Здравствуйте! В студии Екатерина Детловская и это программа «Инфоповод». Расскажу об интересных информационных поводах недели, на которые мы обратили внимание. В четверг в Московской области в прямом эфире с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой и губернатора Московской области Андрея Воробьева был дан старт строительству 25 новых школ. Среди них пристройка к школе номер 4 в Лобне, в основании которой заложили капсулу времени. Подробнее в сюжете. Строительство пристройки к школе номер 4 на 400 мест стартовало в канун юбилея образовательного учреждения. 1 сентября школе исполняется 50 лет. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации нового корпуса. Трехэтажная пристройка площадью более 7 тысяч квадратных метров будет соответствовать всем стандартам современной общеобразовательной школы. С основным зданием пристройку соединит теплый переход. Предполагается, что учиться в ней будут младшие школьники. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, хозяйственная зона, будет проведено комплексное благоустройство, и озеленение. Проект предусматривает необходимые кабинеты как для уроков, так и для внеурочной деятельности, а также для занятий спортом и творчеством. Мы сегодня присутствуем на грандиозном, можно сказать, эпохальном событии для городского округа Ловня. Мы присутствуем на закладке капсулы времени для пристройки к четвертой школе на 400 мест. В настоящий момент в этой школе обучается 1100 детей. И данная пристройка позволит нам обеспечить и ликвидировать вторую смену. То есть для данного района, микрорайона депо и, в принципе, для всей Ловни это, конечно, очень важное событие. Сегодня 25 школ по всей Московской области, в том числе в Ловню, потому что для Ловни это один из самых тяжелых вопросов. Мы его поднимали перед губернатором. Это и в районе Катюшки, это вот сейчас депо. Пока мы только закладываем, будет новое здание. Но это не просто пристройка. Это 400 мест для учащихся. Это будут залы, это спортивные, это будет хорошая, свободная, красивая столовая. То есть совершенно по-другому будет выглядеть школа. И мы очень надеемся, что сохранится и спортивная площадка. По проекту здание должно быть готово к вводу в эксплуатацию через 13,5 месяцев. В Ловне также продолжается строительство пристройки к школе номер 6, а в ближайшее время начнется возведение новой школы в микрорайоне Катюшки. Среди 20 подмосковных педагогов, которым вручились сертификаты на получение жилищной субсидии по губернаторской программе «Социальная ипотека», педагог из Лобни Анастасия Ефремова. Свою педагогическую деятельность выпускница Московского государственного университета начинала в 6-й школе. Именно здесь прошло ее детство и юность. Отработав два года учителем математики в родных стенах, молодой специалист в связи с переездом семьи в другой район города вынуждена была сменить место работы и уже в школе номер 3 начала преподавать информатику. А вскоре организовала для учащихся кружок робототехники. Теперь со своими подопечными выступает с новыми проектами на региональных и федеральных конкурсах. В этом году ей даже довелось быть судьей на всероссийском этапе соревнований First Lego League. И это подтверждает Анастасия Ефремова – настоящий инноватор. Это главное требование к участникам губернаторской программы «Социальная ипотека». Действительно классная программа, потому что, во-первых, у руководителей есть возможность таких молодых и талантливых педагогов оставить в школе работать как минимум 10 лет, а там дальше, может быть, им понравится больше, и они не захотят уходить. Ну и, конечно, та поддержка, которая оказывается в Московской области в связи с этим ипотекой молодым педагогам – это несоизмеримо ни с чем. Подробный репортаж о педагоге-новаторе смотрите в среду в программе «Акцент». Перейдем к новостям со стройплощадки Северного обхода. Монтаж основных металлоконструкций пролета эстакады через железную дорогу планируется на конец августа. Завезены металлоконструкции на восточную сторону эстакады. Там же смонтированы временные опоры. Общий вес всех завезенных на стройку металлических конструкций – более тысячи тонн. Параллельно идет устройство временной дороги и реконструкция Лобнинского шоссе. Это еще один значимый проект, который реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева. Он позволит увеличить пропускную способность дороги и сократить время в пути. В ходе строительства решаются вопросы переноса электросетей и связи. По графику объект должен быть сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года. Однако строители настроены завершить его досрочно. Раньше срока в 2022 году планируется закончить и строительство первого этапа северного обхода, который поможет решить многолетнюю проблему пробок на переезде. 22 августа 1991 года в России было принято постановление, согласно которому полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос принято считать официальным национальным флагом Российской Федерации. 30 лет спустя, 22 августа 2021 года, наш город вместе со всей страной отметил День государственного флага Российской Федерации. Сам праздник, к слову, был утвержден указом президента Российской Федерации в 1994 году. Интересную программу организовали лобнинские волонтеры, зарядку, пробежку и танцевальный флешмоб. Затем сцену передали городским творческим коллективам, которые представили концертную программу, состоящую как из народных, так и из современных вокальных композиций. Музыкальное сопровождение особенно понравилось маленьким лобнинцам, которые с удовольствием танцевали на площадке у сцены. Или с интересом вместе с родителями рассматривали вязаные игрушки и украшения для волос, представленные лобнинскими мастерицами на ярмарке. В этот день посетители парка могли также подробнее познакомиться с историей возникновения российского флага, берущей начало с 17-18 века. Для этого нужно было отсканировать специальный QR-код, размещенный на стенде при входе в парк. После перехода по появившейся ссылке открывался доступ к видеоролику, рассказывающему о возникновении знакомого всем полотнища. Сейчас так еще люди редко выходят и знают праздники. Тут они придут, послушают, посмотрят, кто-то что-то еще расскажет, кто-то из детей поделится. И даже вот мой ребенок, я говорю, сынок, сегодня какой праздник? Он говорит, я услышал день российского флага, я ему забыла об этом сказать. А сюда мы пришли, он об этом услышал. Поэтому я считаю, что такое очень полезное мероприятие. В Лобне торжественно открылся турнир по дворовому волейболу, который проводится уже восьмой год подряд. В течение недели команды будут сражаться за звание лучшей волейбольной дружины. Подробности в нашем сюжете. В организации проведения и состязания им задействовано около ста человек. Отличительной особенностью турнира является то, что весь процесс организации, формирование команд, проведение соревнований, а также самая инициатива его создания – результат работы активной молодежи, увлеченной волейболом. Несколько лет назад с предложением об организации таких соревнований ребята обратились к депутатам городского совета и нашли поддержку. Соревнования проходят на спортивной площадке дома номер 19 по улице Ленина. Здесь провели необходимый ремонт и зимнили сет. Есть ребята, которые в этот раз, первый раз принимают участие, и турнир пришлось проводить в две смены. Есть те, которые регулярные. Что еще замечательно, в команде обязательно должна быть девушка. У кого-то две, у кого-то три, но одна обязательно девушка должна быть. И то, что это все-таки курируется и городом, то, что курируется депутатами местного совета, то, что это проводится программа. Видите, ребята сами сделали разметку, поменяли сетку. Это то, о чем мы все мечтаем. И продвигаем всячески, чтобы люди по месту жительства могли заниматься спортом, дружили, собирались с командой, переходили в другие дворы, там соревновались. Вот это мы и называем действительно массовым спортом. Победители по традиции будут награждены копками, медалями, дипломами и денежными призами. Как отметили организаторы и гости, с каждым годом количество команд-участниц увеличивается. Заметно растет их спортивная подготовка и мастерство. А это значит, что Лобнинский турнир будет привлекать все больше участников не только из Лобни, но и других городов в Подмосковье. Образовательный проект «Огород на подоконнике» подводит итоги. Первыми на празднике урожая выращенные овощи продемонстрировали дети и педагоги детского сада «Зоренька». Кабачки весом 3 килограмма, а помидоры больше 300 граммов. Выращивали и зерновые культуры – подсолнухи, кукурузу, цветы. Теперь малыши точно знают, что фрукты и овощи, прежде чем появиться на столе, проходят длинный путь. Образовательный проект «Огород на подоконнике» – Лобнинская инициатива. И одновременно один из 40 проектов международного движения за здоровое питание «Слоуфуд» в России. Урожай получился в некоторых садах очень богатый, что неожидно даже для организаторов. У нас в Лобнии, оказывается, растут арбузы. Ребята вырастили арбуз. Большое спасибо, надо сказать, нашим энтузиастам, организаторам в детских садах, которые, в общем-то, подхватили этот проект. И у нас попал туда и бобы черные. Это уникальный совершенно сорт. Зимостойкий, очень вкусно из него все получается. Это везняковский огурец, это муромский огурец. До войны его поставляли в Германию, он там известен как русский огурец. То есть история за этими сортами есть. И вот ребята посадили, ухаживали, вырастили. Подробнее о проекте расскажем в программе «Акцент». А у меня на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова